Приветствую друзья! Сегодня мы поговорим про современного человека, построивший один из самых точных и невероятных конструкций токарный станок. Майкл Чунг родился в 1987 году в городе Сян-Тяо, Хубэй, Китай и с ранних лет проявлял интерес к механике и электронике. В 2005 году он поступил в Уханьский технологический университет, где в 2009 году получил степень по специальности производства и автоматизации механических конструкций. После окончания университета он переехал в Шанхай и в течение 8 лет работал в этой области, где в частности разработал 6-шарнирный робот, а также зарегистрировал несколько технических патентов. В 2011 году Майкл впервые столкнулся с токарными станками, когда совершенно случайно попал на работу в государственную компанию, производящую часовые оборудования и инструменты. На своем рабочем месте он познакомился с несколькими мастерами-часовщиками и обнаружил, что токарные станки китайского производства для часовщиков, представленные на рынке в то время, имеют недостатки как по качеству, так и по дизайну. В результате токарные станки, которые он использовал, часто не справлялись со своей задачей и приходилось использовать станки с зарубежных рынков. Но и эти импортные токарные станки было трудно найти, они отличались по качеству и имели проблемы с центровкой. К ним было трудно подобрать комплектующие и отсутствовало послепродажное обслуживание. В результате Майкл решил разработать и изготовить токарный станок для часового производства, который был бы доступен по цене, имел широкий ассортимент принадлежностей и обеспечивал высокий стандарт точности. В 2016 году он вернулся в Ухань, чтобы организовать свой бизнес. За время своего существования токарный станок ЦЗ-50 сменил 5 поколений. Кроме того, он разработал несколько других специализированных станков, таких как фрезерный станок с ЧПУ для часового производства, настольный сверлильный станок и другие станки по индивидуальным заказам клиентов. Рост бизнеса привел к тому, что он нанял небольшую команду высококвалифицированных специалистов. И все это при том, что ему всего 35 лет. Один из недавних покупателей ЦЗ-50, профессиональный часовщик, пишет. Вот что я знаю и почему мне нравится токарный станок ЦЗ-50, Майкл Чунг. Он чрезвычайно точен и хорошо сделан. Современные усовершенствования, такие как индексатор с ЧПУ, фрезерная приставка с питанием, резьбонарезной станок с ЧПУ и фреза, помогают упростить настройку и сократить время выполнения сложных операций, да и просто делают все быстрее. По моему опыту, к передней и задней бабкам подходят цанги Шаублин Б8, а к фрезерной приставке цанги типа ЕР-11. Крестовина сделана очень хорошо и я не испытываю никаких люфтов. Кроме того, она устроена так, что позволяет использовать цифровые индикаторы на перемещениях по X и Z. Когда я покупал свой токарный станок, его производитель был малоизвестен. И это немного пугало, поскольку платить приходилось по безналичному расчету. Цена составляла 5500 долларов, плюс аксессуары за дополнительную плату. Я полагаю, что каждый токарный станок собирается по заказу. Передняя бабка, задняя бабка и поперечный стол вытачиваются под индивидуальную станину, а детали имеют одинаковые серийные номера. После оплаты половины стоимости покупки, вы получаете серийный номер. Вам собирает токарный станок и присылает тестовые видеоролики с указанием серийных номеров и проверкой биения бабки, фрезерной головки, крена задней бабки, плоскостности, станины и поперечного стола и некоторых других измерений. Вместе с видеороликами поставляется руководство на USB накопители. Они не самые лучшие, но разобраться во всем достаточно просто. Как и большинство традиционных токарных станков, CZ-50 имеет высоту центра 50 мм. Но для большинства моих работ, мне все же нужен более крупный станок для многих операций. Я полагаю, что Майкл работает на CZ-70 версии, которая была бы идеальным размером для меня. За последние пять лет было продано около 200 экземпляров, в том числе в Китай и на экспорт в США, Канаду, Великобританию, Германию, Францию, Швейцарию, Италию, Словакию, Россию, Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты, Южную Корею, Вьетнам, Малайзию, Сингапур и Камбоджу. Он был рассмотрен и продемонстрирован Дэвидом Линдоу, Заком Смитом и другими часовщиками на встрече и симпозиуме фонда Плюмье и получил много положительных отзывов от часовщиков со всего мира. Как и многие другие токарные станки для часовых мастеров после 1945 года, CZ-50 устанавливается на тяжелую и жесткую станину и был оснащен встроенной системой привода и распределительным устройством. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»